понеслась это бешеная скорость моча по трубам я короче решил не переходить сразу во второй век ну и правильно я сразу вообще вся еда которая есть трачу тупо на людей тупо вся даже не тупо а как там как там чит этот майным из медхаз и кто там что нам читку ничего не это не до его не дало я тебе счастье по такой подмигиваю да тогда ничего нам не дало смысле подожди мне ничего не дало да да андрей скажешь что ничего не передало там если будут смешивать критик и 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 얼굴 он не чайный как это не чей думал если чего он принадлежит красному окей как раз надо это какого цвета сейчас подъезжаешь себя очки расправляю вот давайте внимательно посмотрим кто из нас красный ой вы прикиньте я как-то так она сама получилось да ну я изначально не думал не думал не гордал ну да я просто маленький был изначально поэтому не думал потом подрос начал думать открыт канал на ю тубе а у тебя тоже лошади бегемоты нет слоны и страуса понятно короче у вас вообще не модная лажа жесть они толпой на страусов накинулись они это слоны до война слонов и страусов прямо на вашем острове блин учета все равно получилось я уже во второй и уже на я только заканчу пахнет подставой блин а я в общий чат да как некрасиво вышли ну да надо ну а дерево по хорошему на каком этапе надо собирать с первого либо с первого либо как только перешел во вторую прям пачкой надо людей засылать но просто со второй эпохи как раз появляется возможность добывать еду с моря плюс возможность захватить центральный остров а золото золото тоже во второй железо и золото но если хочешь можешь любишь их сразу заслать но вообще она тебе надо будет именно во второй для того чтобы в третью эпоху переходите юнитов клепать а если ты сразу хочешь прям воевать с кем-то но это обычно если ты с кем-то на одном острове тогда можно сразу либо роду либо золото и клепать побольше армии ну и дерево тогда тоже сразу надо добывать блин тут столько орлов летает я вот думаю как-нибудь надо все равно за ними поохотиться поноситься за орлами с какой-нибудь пушки расстрелять например потом ходить и хвастаться кстати во второй эпохе это же те времена как когда уже были под лодки на да да но это лодки которые ушли под воду ну порты боевые называются ну они уже не боевые если они ушли под воду так все это же во второй эпохе встречайте развитую цивилизацию а казармы когда строить надо когда ты собираешься воевать ну либо когда ты видишь что тебя собираются атаковать тоже лучше перестраховаться наклепать армии например но когда ты армию клепаешь ты отсрачиваешь свой переход в следующую эпоху потому что это дороговато заправлю не вообще такое развитие в развал очка идет зря ты чувак так у нас в 3 компа еще этот почек так 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 на вначале ситуация плохая просто комп вы уже про хавали что ты во второй эпохе у нас по ходу кто-то сдал у нас на 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 меня напали блять нихуя их высадилась это пиздец это пиздец вообще и вот после этого сразу задумываешься компы читают в чат вообще или нет ну типа да да блин и остро уже высадился жесть конечно они мне блять тут соболезную проблем делают блин ну это печальная я конечно рассчитывал что мне будет сильный союзник жаль тут нельзя как в цивилизации в любой момент там разорвался юстон типа с компами такой да я с вами чуваки а потом в какой-то момент и их тоже придать короче как игра престолов было бы неплохо на нас напали поздравляю с такими поздравляют вообще-то я ж тебя не поздравлял вообще борзеля союзники нынче уже не те но не козлины конечно херри или блядь думаешь уверен абсолютно в этом я думаю что у меня тоже скоро будут гости лишь дело времени когда люди со словом фалас идут работать я что-то за ними пристально наблюдаю даже не знаю что от них ожидать более того они мне даже храмы строятся словом фалас возникает вопрос а поклоняться они чему будут полосу великому блять это хорошо если великому боюсь что у нас не все так хорошо блять ну все я опять я проебал а я предупреждал что-то блять прям что-то блять прям все хорошо да ладно что-то нормально все будет ну или нет одну из двух да пока мне все плохо прям очень плохо что бывает я же который этот союзник должен тебя поддерживать когда союзника убивают надо просто как-то связаться с союзниками сказать бывает удачу примите наши соболезнования если хотя бы один из вас доплывет до нашего все они прям я не знаю чувак они такими пачками высаживаются это пипец это просто блять пиздец может это как-то связано с тем что ты опять большую карту решил поставить не знаю сомневаюсь что это с этим связан надо просто мне кажется ты не успеваешь даже остров защитить господи какой их тут бредла чувак тупо бредла она меня пачками эти боевые платы пришли на меня тут все пачками пришли на мне нормально все встраивает меня тоже все хорошо я тут пожалуй соглашусь даже все хорошо в третью эпоху пошел бараки нам устроить наверное маккесона ты когда там следующую эпоху от и бис непонятный я так понимаю уже на этапе перехода да да я смотрю у тебя там все замечательно то есть уже даже пришли люди которые работают на тебя да они пришли и закидывают тебя да не они тупо да тебе кидают везде вау это круто я не знаю чтоб мне делать все да но это все башни вынесли сейчас они меня разбивают короче создание на этом мы заканчиваем если я скажу что я в себя верю ну пригони мне сюда своих людей и верь хорошо через две-три эпохи буду денег нет но вы держитесь конечно у тебя там все а что собаки делают разведку и все но они быстрее обычно верху их убивают да они едет звали ли ихняя фишка это то что они быстрее чем люди пусть они по-быстрому разведку тебя могут сделать но они более дешевые она людей они не нападают да не этаж собаки где ты такое видел сказок пересмотрел что ли совершенно не абсолютно равнодушно относятся к собаке они они ее не атакуют еще если у тебя там кодла их собака уже не атакуют так то все я поиграл пассива пожалуйста приходи еще один тоже что ты всех видишь не но они читеры чувак тут тут по жести просто по жести 566 бараков короче 2 3 этих там где-то лукариков делают башен блять на острове сука просто доебений матери андрея так понимаю оранжевый да когда вашего вообще оранжевого нет ничего как-то ничего ну да посмотри вот на фиолетового на желтого на розового у них есть все у тебя нету ничего я пока догоню догоняю тебя есть шанс маккесона догнать ничего тебе эта херня давайте давайте по новой то есть ты готов даже сдаться ради того чтобы наша команда проиграла но ты короче я не знаю ты самолюб только себе но мне знаешь мне типа хочется короче поиграть и не понаблюдать с чего бы это что-то изменить подожди так стоят мелкие блять мелкие острова размер карты средний ну ладно пусть будет маленький крошечный крошечный да и у нас почти острова будут короче хрена третью команду поставил ты она вторую с ботами быстро это чё на я думаю нам нужен союзник чё ты тем более такой толковый да ну кай хорошо поехали от реестрации и плану блять я просто хочу победить та команда мне больше нравится там у меня есть шансы а ты уверен что чудеса света ты 3 оставишь а чё не ну ладно а что ты думаешь что не будет чудеса света строить я просто себя знаю я буду строить 5 но это уже вообще не туда не сюда вроде как и есть такая возможность строить и строить бы нет смысла чё это желтый я красный я желтый на желтый красный рассчитаюсь желтый красный желтый красный шелк асминька наркоман наркоман как будет правильно ах дико блять у меня камень прям сука на берегу меня тоже вы не тоже это грустно тут карта вообще маленькая вот это он грустно поляне куда ставить да не это круто надо использовать все в огромный плюс и кампы когда начнут клепать свои бараки у них не будет хватать места на поля а это нехватка еды ты уверен воды водка еды это голос мой голос голод конечно я уверен я вообще уверен во всем что я говорю ну чё ставим ставки на какой эпохе маккессона вынесут и просто на второй ли на 3 я тоже думаю на 2 да просто я не могу понять какого хера они лезут ко мне они к вам я думал я не могу понять какого тут вообще надо и как играть ну типа остряга у меня жирафы прикинь какой кошмар но даже анекдоты им не потравишь ну давай пока дойдется куда их короче слушай анекдот у меня страусы четко там не от этого грустно да не знаю они веселые явно с ними веселее чем жирафами чуть мне так кажется максим это какого цвета синий по жизни не чувак комп и я те отвечаю читерасты просто сука конченые читерасты это это нереально чтобы вот взяли вот так вот сходу столько всего брэй настроили с одного человека тупо это это нереально вообще я про второй эпохи поздравляю не ты понял какой он шустрый теперь я еще в этом и понял жизнь не бишь что куда течет походу у кого-то там работает майный мисс мэтт хас и это не мой маккессон и я я понимаю конечно надо было все таки среднюю или большую карту делать ресурсы вообще нет до ресурсов одинаково просто сами острова меньше ко мне нету почти так тебе этого ко мне хватит надолго 300 ч сколько там его 300 тысяч он он у тебя ты можешь полностью все застроить башнями у тебя еще и останется вот так я понимаю с какой скоростью это делать буду вот еще вопрос ну смотря с чем сравнивать вот например жирафы все так плохо очень пошел во вторую блин южная часть острова у меня конечно жестко будет открытая чувак ты я чуваки а ты желтый до андрея между нами хотел сказать это блять возмещаешься сука кстати у нас напали серьезного тебя напали уже ну первое разведывательная лодка приплыла ивану цеплять для нас это вообще привычное дело если чё плевая я бы сказал высадились круто круто не на этаж вышла это экшен так что там ставим ставки короче какой эпохи тебя вынесут да 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 я моё я только одних раз контролил следующие пришли короче они мне доконать решили клипаем людишек туда почему во второй эпохи нельзя улучшить башни до блять бронированных железных мне тоже это странно да ну блин ну чай же запарили они уже на юге и на западе они везде пошла стратегия про стойте возле башен ждите пока вас перебьют такси стратегия на самом деле ждите пока вас перебьют думаешь счет мне так кажется на прикол в том что у меня еда закончилась неплохо вообще еще и добывать неким то есть пока не написала шо маки сон посылает что ты посылаешь неизвестным направлением не ну это нормально это нормально ну ладно я тебя тогда не атакую раз выплатил дань я надеюсь тебе это спасет изи вообще ты видел как я их разобрал не потому что я их не разобрал любашни но на следующая высадка будет пожестче уже а блять так камень металл на золото 1 на золото еще один блять как мы близко друг другу это пиздец страшно блять страшно посмотреть ну по идее они тебя не должны трогать по причине того что ты по центру то есть больше должно доставаться нам смысле по центру я синий а ты синий а ну да мы уже обсуждали эту тему по жизни блять хотелось бы конечно чтобы союзники были трезвы но не судьба ну да союзников как и родители не выбирают не блять не блять не блять не не третья эпоха мне конечно не светит совсем все плохо но если ты про меня то наоборот все хорошо настолько хорошо что даже предыдущую эпоху переходить не буду не хочу да могу себе позволить именно так я что-то расхворее военной мощью поделиться в чего чем военной мощью чё там боевого голубя сделал надо целая стоять для того чтобы напугать фиолетовые после меня рыбу ловит дай ему пизделей чем брать охуенно просто последний раз когда он мне давал чуть не хочется еще раз и выдразнить о его плод только тебе уже наверно к тебе пытался плыть и отставить но мои башни справились болят еще не ну как-то странно но меня пока никто не трогают и брать это радует рассумы и второй ряд башен имеет смысл ставить мы типа шок кораблики когда вывод первый ряд вашей любили и дальше высаживаются и не достают опыт 100 битая берега но не достает ко второму ряду ну типа хз обычно один ряд спав справляется если прям вплотную натыкать друг другу блин мне башен нарушили гады вот чё за люди а ой он лодок наделал глянь глянь блять как он ловит рыбку нормально просто блять как папки короче он на меня нападают ну вот тебе не нравится не пойму в моих лодках отвали все все отвали поли молодец что тут такого что-то ему не нравится я тебе тут вообще-то защищают лодками до тревога на нас напали не ну тоже нормуль чё болять да шутя там гремит твой бэтмен блин слишком тяжелый продавил мне компьютер вот это вы о чем там твой бэтмен слишком тяжелый на полу стоит и считал там читаю что там короче он который стоит и слишком тяжелый да компьютер на полу стоит и кофе запрыгнул и продавил жесть у вас там конечно не спрашиваем под тяжелыми ой 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 под тяжелыми бэтменами говорил кумарят эти лодки фиолетового свою рыбу выловили теперь у меня пытаются максим последнее предложение делиться боевой мощью это одноразовое предложение что то я уже слышу второй раз так что оно не одноразовое ну сейчас не одноразовое делиться не надо себе оставь я предлагал а а а а а а а а а опять напали ой комарец слышишь а куда в натуре поля то тыкать вот я тебе об этом разрушай короче башни ради полей как на паховке у меня вроде все неплохо да и у меня вообще все неплохо а камни некоторые траблы это такое моя боевая мощь поехала на подкрепление кому кому людям боевая мощь да сейчас медленно плывем сейчас уверен но меня защищать едешь ну да максим отказался это даю защищать такого не спрашивал он решил один отказался пойдут другому помогу нормально все теперь можешь мне платить спокойно дань за этих солдат чувак на нас тут вообще-то галеры плывут где сверху за меня это возле тебя ты же отказался чуть-чуть тяжелый ай что там он выгребает да да в галеровый гриб он потопил мой каблаблик когда там прийти пуха его короче армия которую он высадил тупо в море купается возникает вопрос они мне точно защищать пришли они там хороводы водят один по центру остальные в него тыкаются вот как раз сейчас его армия и пригодилась ты хоть прокачал армию конечно на радиус и урон а как у тебя хилиться в этом те кто некоторыми не хилить нет хилки у меня нет у меня есть мощь блядь ты понял суком пригнул там видишь на мой люди защищают твой остров активно ты закиды лучше их него этого чудика который превращает твоих до запарили как же долго золото добирается вот все есть кроме золота у меня как раз по золото нормуля вот я не понял чё саи камнем беда чуть не было не будет кривога на нас напали опять на поле я не понял где у тебя тут врать и по центру желтые ты понял как работает их не охранное агентство типа тебя атакуют они такие а я не поняла где там ничего не нападали ничего не вижу джо они вообще построили уже даже первое здание у меня на острове эти даже ничего не замечают а я ее милый в этом все печальные желтый-то фиолетовый начинают подкумаривать достройте вы ура я поставил 3 эпоху господи блин а я-то думаю чё так медленно золото копать а ну тут за деревом стрелась спряталась одно золото одна золотая жила блин охранное агентство такое ощущение что знаешь ходят объявления там типа премиум на работу слепых людей они даже не знают куда пока это агентство не пришло ко мне у меня было все нормально на нас напали кто не на меня время слежа можно считать и максима куда ты так спешишь не стеночку строишь ты не доверяешь этому охранному агентству что я не знаю как она называется но она прогремела на весь мир короче армию надо побыстрее клепать тогда будет проще там не хорошо ко мне еще вообще никто не плывет блять шиши 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 тревога на нас напали сейчас бегать живее сейчас придет нормально охранное агентство не надо любые деньги не правда хорошие хорошие правды так мое первое поле слон ты слишком жирный иди отсюда это у вас типа развлекалово такое хотите обижать животных слон ты сильно жирный жираф ты сильно высокий страус ты сильно быстрый это как гитлер который искал предлог объявить войну не ну тяжело выживать когда на твоем острове есть еще кто-то тревога на нас напали сейчас чувак топовое охранное агентство уже в пути по моему у тебя что-то не рабочих типа будешь засылать да по моему у тебя что-то не не так с охраной у нас все топово с охраной я видел как у вас где кого где они слева они за лесом да вот фиолетовое здание это они беремоты гоняют твоих слонов серьезно охранное агентство их беремоты выносят так я им ставлю короче агрессивную тактику отведи их налево а куда налево я не вижу где а вот это вот здание так а там галера стоит она разваливает что-то слонов на их так галеры воюют с этими с моими башнями там у них люди работают ну щас я эту херню развалю слонами да я в твоих слонах не сильно уверен если их беремоты гоняют по всему острову я нормально все для слоны вообще это жесть ого ой 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 что-то там их нихера слышишь чувак а чего не такие жесткие офигеть они против пехоты топовые короче 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 охранное агентство ни хрена не охраняет я не знаю нам вообще без дела ваше охранное агентство там мое охранное агентство хотя бы сейчас на войну нормально пойдет наша реклама это сама реклама два агентства начинка гнать друг на друга еще пару корабликов сейчас чувак я короче я сделаю флот большой и ни хера себе то какого ты хера тут стоишь такой пачкой галер быстро сука к его берегам блять и гоняй там всех вася быстрее блять ебать я думал у тебя там блять пару кораблей сука у него пачку 15 на мое охранное агентство он хотел чтобы его умоляли просто они за одной этой лодкой гоняются шутером пойди 2 2 еды да и один живой человек наша сверка так нас нашим наша цивилизация это просто один чувак он у нас напал вот он посмел на нас напасть ой автоскоронение сейчас все исправим теперь у нас два человека мужчина и женщина прям как адамеева третий тоже мужик прям у меня их настолько мало что каждому можно имя давать например 1 2 3 видите наше охрана агентство не такое уж и плохое ну да более действенно чем охрана агентства вы можете смело играть наши охраны блять тут у нас война полным кодом кажись сейчас не будет вашего агентства ничего страшного у нас новая на подходе у нас восполняемые ресурсы это агентство которое не бережет своих работников вообще абсолютно у вас там люди гибнут ничего у нас там новая на подходе так это они про свои хочу про чужих говорить они наверное когда высаживаются кого-то охранять и на человека нападают этот человек говорит да меня выносят помогите они говорят вы сами виноваты рулите там как хотите короче что-то это вообще не наша там проблема ну да типа со словами вы что думаете вы безгрешные типа вы не заслужили этого сейчас пока наберется моя военная мощь ой не смешите мои подковы я видела что ваша военная мощь способна что кстати военные корабли довольно таки неплохо по идее военные корабли лучше чем галеры галеры это прям какая-то хрень ну я обычно ориентируюсь сделать свои себе военные корабли ими про атаковать проверенными надежнейшими галерами чувак военный корабль урон 72 плюс 11 у галеры 8 плюс 2 ну да так что я думаю ваше замечание было излишне где вы это увидели то есть там одно место место моя военная мощный подход защищать ваше царь можете платить начинай нет спасибо я воздержусь а это не вам было предложено так что ты понял а и и и и и и и и если вы пожелаете мы можем их сейчас сейчас мы можем расположить их аккуратненько возле ваших берегов чтобы они вас защищают да пошел о карте они среднем сразу на любую атаку как там у тебя это как там у тебя вообще дела у меня вот так да да вообще можно сказать неплохо уже первая армия даже появилась но у тебя там нормально да вроде как отбиваемся потихоньку вот именно сейчас только прокачаться надо конечно да откуда он эти лодки берет и в шоке мне надо по идее как-то выкрутиться и можно будет следующую эпоху бежать сколько тебе надо да много у меня 90 еды а надо почти 1500 чуть не делайте пожалуйста это а это ты и веду моторов и где вы были все это время я тут защищаю активную вы лучше выносите сначала башни потому что башни выносят ваши корабли посидки а если я построю тут порт ваши корабли смогут лечиться или не интересно а попробуем сша не на военные корабли в натуре они дают короче джаза вообще смотри они метают камни что ли это катапульты или что это я не как они дамажат здание это пиздец что уже четвертая эпоха у меня да круто на мой остров высадился священники умер это типа он так проклял наш остров грустно или он чувствовал что умрет и решил на хорошей земле погибнуть удобрить нашу землю так построить лечится до корабли получается от порта нормой до лечится а у форта союзника они лечатся да да вот я смотрю лечится что там тебе еще по ресурсам надо для перехода я уже перешел лишь в третью на дальше уже попробую раскочегариться самое главное армия есть на первое время хоть как-то отбиваться универмникам стойте с 3 военные корабли короче валят с такого расстояния что до них башни достает там может даже башни еще не прокачено максим давай группируем наши военные агентства и пойдет поход и что сделаем еще раз пойдем в поход против желтого уничтоженную парты нет я пока пас ну как хотите как бы акция пройдет это обезопасило бы средиземное море битва за средиземье да 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 так так андрей сколько у тебя еды 7600 норма с кем не 2000 нажми на там где рукопожатие и на меня короче на клац и я понял только это мне свое предложение пойдемте в поход против желтого не хотите нет пока ну я пока не могу точно как хотите даже хочет что-то сделать не получается фиолетовый тоже в четвертой эпохе а мне все руби не хватает сколько тебе не хватает до перехода сейчас скажу нужно 1320 у меня 615 короче это вечная война с башней ее строят строят не я коплю байской на желтого иду он мне бесит светом чисто моей военной мощи я так понял ваше агентство нашло какого-то ложка на карте который не может сопротивляться хочет показать свою силу нет я хочу перейти точнее я хочу убить его выход в модночок он мне не бесит он меня атакует постоянно сэш так ты понял что убитых слонов можно добывать нет прикинь ну в смысле боевых да 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 к тебе пришли слоны ты их убил их можно добыть если таки поуспеешь на него кликнуть пока он не исчезнет то его будут добывать прикольно прикольно то есть можно их делать потом убивать и добывать а интересно еды ты так получаешь с них больше чем тратишь на их создание или нет может так можно фармить типа тупо еду себе обузить не знаю так у меня родился шторм кто-то запустил я перехожу в следующую эпоху в армию и иду в грандиознейший поход против желтого которая кончится моей победой они запустят например шторм типа такого который возле меня гуляет и все уходи возле тебя покажи а вот с левой стороны посмотри я вижу вижу что он может тебе сделать вот он топит все корабли и он управляемый то есть пророк выходит топит все корабли и все слыша шо твой красный корабль делает у меня на территории ты не знаешь а не знаю он туда случайно заходит сейчас мы его переместим вот сюда это ваш устроит переместить вот так вас устроит я думаю не буду мне это так мы сейчас потихонечку начну поля строить впервые вот это вот печаль это бы взрывал мне сейчас понадобится инсту по защите ну шо там твой поход на желтого кого хера на меня нападает да он еще будет там наверно пару веков готовится да я коплю себе на этот на переход новые корабли кривисту если каплю себе на этот на айфон до еще чуть-чуть и начну строить в смысле а как он а как он телепортировался на мой остров чуть-чуть подожди покажу а чё за прикол с красной лодкой которая плавает в поле где а вот я говорю она хер знает 6 ней красная лодка в поле у меня на поле твоя красная лодка стоит какого-то хрена на юге а он не пишет как такое вообще возможно ему типа без разницы какое море море пшеницы там он наверно еще и удочку забросил думает вообще не ловится не время ничего на он 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 у у отчеток печали что там мощь военная он доебался до желтого желтый пришел его вынес подожди и сюда и на желтый просто его сильно без силу и и 4 и берем и и и и и и аж это мои корабли развалили до жесть он там строится 8 галер чувак строй военные корабли олеты херово дамажа военные корабли они пиздец дает армага где ты эту информацию видел вот покажи какой кнопкой да просто любой кораблик выберет лево и так как это было и конечно любой кораблик который у тебя уже построен и там показывает силу урон у нас там высадка с катапультой пошла нормально шо твой опять там красного за меня ловит я не могу понять пускай ловит он он стоит ни хера не делает да господи все он теперь ловит все ко мне фиолетовый по цели к тебе вам уже не крест это так пускай в в в в в сейчас когда башен стало больше уже попроще стало я на что-то блин желтый с фиолетовым короче хотят прямо от меня нужен мне тоже не высаживаются и максим давай ты на фиолетовая на желтый раз зачем я на них самолетами буду нападать а ну как блин копейщиков осталось всего лишь два они тема да да в принципе уже нет тут уже башни должны справляться тревога на нас напали как они успевают высаживаться я не пойму хитрецы какие в районе как в шестую не перейду где вообще еще в третьем еще с пятой дам на рэшке с а ты еще ничего не мне четвертое знание такой же как у тебя надо точно я попутал я в четвертая что-то восстановить подачей всей хавки всего золота а какое действие у университета вот плюс один к радиусу действия университета какое-то какое у него действие ты мне говоришь прошу ну да это лучше у тебя спросить лишь обучалку недавно проходил я не помню я тоже не помню плохо ты короче обучалку проходил я обучалку проходил выборочно то что я уже знаю я не проходил ну и в итоге ты этого не знаешь да? про университет я тупо не изучаю то что доступно и все и мне этого фото полно в принципе на турнирах мы не видели чтобы ими пользовались ну а я пользуюсь ну че страшно это нужно еще слонов вырубать что там бегич помощь ресурсами не надо? да не пока нормально так а что я могу построить? арсенал а это с военными машинами с катапультами хорошо высаживаться на вражеской территории и сразу же выносить ему домики какие-то ну это на самом деле так себе план надо еще как-то доплыть и высадиться ну а я не понял куда мои ребятишки выходят веших сюда послал капец мне кажется не надо людей строить у меня куча свободных есть только разбросанных во всей части карты я их не вижу что это работает что это работает блин опять шестнадцатого что это работает ты уже в пятой эпохе куда ты успел? да с чего ты взял? по виду твоей эпохи да на башню жамка не посмотри в какой я эпохи как это успел слышь? потому что я сказал я в шестую перехожу что ты тупишь у тебя была четвертая у меня была пятая васыль ну вот так глядишь и самолеты скоро будут да я еще на желтого даже не пошел так хотел зато он у тебя уже был подъем защипал на нас напали так ну ресурсы вроде ну камни уже даже то ли желтый то ли зеленый пытается проломиться тупо выбил ему желтому короче все все кораблики рыболовные нет не все еще подплыву ну главное нарываешься к нему ты а ходит он потом злится на меня тупо о о о о чувак чё боевые корабли делают это жесть вообще тему на военный говорит давай попробуем проверить 10 штук чисто на проверку 10 штук да ну да и мои ложки неплохая такая проверка да не дешевая скажем так и потом такой 10 штук сделал они чуваки можете мне 500 железа скинуть кто-нибудь лови спасибо то что уговорить на мне напали шутит шутки шутят бывает такое мы наступали чуть-чуть и блин корабли правда долго что-то хилят а там в университетах и надо бывает я изучил я изучил но все равно медленно ну типа плюс сто процентов включения но блин все равно долго хилится ой кто-то фиолетовый фиолетовый тупо приходит короче мне корабли сливают он просто как жертвник устроил у тебя надо в жертву кого-то принести пожалуйста так я посмотрю что там у жопа господи как же долго корабли чинятся это пипец что и и и и и Чё? Ботова. Хорошо. Да, конечно. Как станете? Конечно. Конечно. Превога! На нас напали! А что делать, когда дерево включится? Конечно. Искать. Ну или так. Да, да, господин. Конечно. Да, шеф. Ого, у тебя тут толпа. Это твои военные именно корабли, да? Конечно. Сейчас посмотрим, на что они способны. Ты хочешь с ними подраться? Нет. Хочу посмотреть на что они... А ты их топом на защиту выбил. Я туда отведу свои. Да, да, господин. Чё ты куда плывешь? Я не знаю, где ты рыбачил его. Как станешь? А я не понял, чё я не могу работать. А что против башен лучше справиться из четырёх осадных машин? Катапульта. Ну, катапульта она более универсальная. Она и юнитов может атаковать и башни. Камнемёт неплохой. И катапульта. А вот всякие стороны и так далее, они против зданий вроде как неплохи, но зато с юнитами вообще ноль. Там пытались твой корабль. А ну-ка я это... Превратить в свой. Священники их. Что-то как-то... Что-то как-то не активно твои кораблики. Желтого мучить, чей из них кто-то там хотел. Я, короче, застрял в развитии. А зачем ты так сам апатичный? Это не хватает мне ресурсов. Особенно золото. Блин. Мне пророка сейчас убьёт. Бегемот. Бегемот на ровном месте решил пророка съесть. Нормально. Вкусный, наверное. Да. Желтый как-то активно камней с фиолетовым пруцем. Вкусный. Полез. 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 О, ещё чуть-чуть бы. Да. Так. Теперь ещё один ойев. Розовой. Судовой. Я иду на жёлтого. Нет, это жёлтый на меня идёт. Пожалуйста, помогите. Что-то охранное агентство не справляется с охраной самого себя. Помогите. Василь, блядь, натыкай башен по берегу, по всему берегу натыкай башен. У тебя камня дохера. Прям дохерища камня. Ну и плюс катапульты тоже хорошо будут решать. Они, по сути, заменяют башни. Даже, наверное, пожёстче будет дамажить. Или одного пророка делаешь и запускаешь потом ураган. Потом ещё ураганом управляешь. Кого он будет ходить и выносить. Неплохо. Пророк, да? Да. Только ему надо поставить ману. Немножко пополнить. Хорошо. Опа. Пророк. Вот он. Сюда падал. Ураган. Сила. Ага. Всё, я понял. Я даже знаю, как им управлять. Я про вот это вот как раз обучение в кохоте. Угу. Конечно. Угу. Угу. Кревока, на нас напали. опять да запарили ухо прикол мои эти катапульты по слонам проехались и задавили их ухо прикрытия еще одна катапульта которую убили и еще корабль чуваков ой долл долл что делает парусник чем это отличается у парусника мало в маленьких домах он может просто более быстрый самый большой домах углы у военного корабля но он будет конечно дохера проблемы на дерево качается неплохо надо кратышков хулька у блять в корабли до да наверно не знаю завтра покажу делать то а все молись шинок в смысле молись не не я пойду к желтому мне кажется у желтого там тоже уже все вырублено он к тебе пойдет а ты к нему ну тогда к фиолетовым там слабой прокачки а раз мы и кораблик см вот так вот вот а какие наземные юнити лучше против других наземных юнитов пони слоне слоне до слоне если шо не мощная советую слоны слонница или луки или варвары там смотря кто против кого конница хороша против пехоты копейщики против коней лучники против кого-то там еще ну то есть они твоя мурка лезет мне прям в лицо и мягкой прям в лицо что ты хочешь мне ничего нету есть решета по железу у меня три тысячи не террасе с кеме 1000 если вы мне скиньте золото как вам такое предложение у меня тупо не золото не голды а дерево нихрена списи ты уже развился когда-то успел когда-то не знаю с моей попа я на четвертый застрял это уже даже я после того отставания в 5 ты в 4 в 5 4 он лучше знает все у меня бы я просто башни не прокачал по капитолию ты все еще в 5 чуть в четвертом это неправда вот так вот и вступки замок в руках стар ну да в так делаю погодите а ты говорил лучник на колеснице или всадник но вообще лучники любые пехота медленная них расстреливают сдалека в 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 сделали пшоп типа заканчиваются эти деревья потом дерево можно было брать с какого-то другого места или заменять его чем-то она вырастала или тогда или если она не вырастает то хотя бы корабли уже строились за железо там они за дерево не ну когда железные корабли до подлодки строятся из дерева это конечно поля строится из дерева нет это все опять шуточки как сюда ой жалко мне столько золота просырать ну ладно ну а у меня его мы его на нас напали тревога на нас напали капец все рыбу вывалю почти всю да милосик как скажете да господин конечно все теперь безработных у меня нету ты их убил нет я им дал могу работу на нас напали вот так вот и преодолевается безработица да иди ты нахрен ого сколько у меня там хп он сильно жесткий 718 в два раза больше чем у твоих это вы про кого я уже понял военный корабль седьмой эпохи у фиолетового против его галер короче коплю на пятой эпохи все иди ага да хорошо это иди а но иди это а иди 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 да блин как успевайте один уже 8 2 6 ты просто заигрался со своим желтым ну да я тут внимательно за армией слежу успеют доплыть или нет делаем старт изучаем кораблики 1 2 3 да его на нас напали Ага, да, сейчас Вот это, конечно, тупо, что компы просто ломятся, просто так отдают корабли свои А что нужно построить, чтобы перейти в шестую эпоху? Можешь просто сделать пять человек и заселить их куда-нибудь Или пару костров построить, это дешевле Ну да Ага, хорошо Хорошо Ага, сейчас О, все, да, открылось Тысяча, три тысячи, золото, две тысячи, ерунда, две тысячи Печалит Ребята, нас запали Хотя, я думаю, вряд ли у них получится, но и подкоп Чуть-чуть, да, вот сюда Так Тревога, на нас напали Тревога, на нас напали О, нет Все, забор глянь сколько желтого рабочих стоит просто короче ничего не делает это мажор блять капец он их клином выстроил наверно в теплые края лететь так сотри вот проверь их сколько блять не работает ни хера шрафы бегает он их не добывает правильно нахера он же читер блять не надо у меня и фиолетовый нападают очень печально макси у нас шарик свой на море переместить типа что я посмотрю сколько у них кораблик пожалуйста по воде шариком у него там пушки появились скоро твои эти будут сносить когда полетаешь шарикова кружку долетает уже не и нам именно на море надо посмотреть сколько у него корабликов ну так вон он в центре блять над морем ты чё мне именно возле него надо возле желтого после базы нифига себе у него кораблики дальнобойные у него их нету он их строит и сходу сливает на тебя на меня на меня на меня да он их тупо сливает понятно но у него священники ты придешь они будут пытаться превратить твои корабли чтобы они его стали да он достал все у них она наверно наверно башен строй побольше шо ты тупишь у меня уже вообще чистоколы из этих башен а как им управлять торнадо торнадо этим нажимаешь на него левой кнопочкой а потом правой кнопочкой показываешь куда ему идти капец полезная штука да офигеть по-моему он мои потопил еще охранное агентство полезная штука да мне кажется ваши люди проклинают это охранное агентство кто из других защищает своих топят ну хотя бы в моей лодочке три с войсками вызвали сейчас четвертую построю ору деньги пойду сейчас воюду оп раз два три барин золото и дерево ну как всегда хорошо ага да ага сейчас хорошо хорошо о господин ну господин куда мы успели перейти в такие кофе да а там просто на время надо прекратить клепать корабли да логично да да перестать топить хорошо тупо да хотя бы их не сливать своим же смерчами это ваши люди боятся вообще кораблей как не знаю чего сейчас все все начинаю ай да мурочка не так же сильно он наверно трется мой подбородок а ты куда-то высаживаться собрался я где-то я это уже слышал причем понял на плотах которые не защищены вообще ничем ой блять решительно он решил в смысле я сейчас понастрою еще кораблик который у меня давно уже строится я жду просто у тебя там в этих в грузовых кто хоть загружены ну как ты говорил лучники на конях и как его не маркира катапульки ну короче ты против пехоты будешь да я же вижу у него там куча чуваков которые стоять ничего не делаю особенно вот тот ключ который летит ну стрелки они еще хороши против рабочих то есть по одному выстрелу каждого рабочего делают и разгоняют их чтобы они не работали полезно сейчас еще пять корабликов достроиться я пойду дерево нету а у него там дерево есть у него есть кусочек леса вот и вот и вот они превога на нас напали превога на нас напали превога на нас напали капец отсюда смысле у кого там корабль уже нормальный был фиолетового тишу да а у фиолетового которые выше у ярко-фиолетового у розового блять ярко-фиолетовый фиолетовый потом есть совсем не фиолетовый ни разу не фиолетовый твою мать что пришло время чудеса света строить мне все равно 5 штук где их вмещу нету здания которое делает дерево хотя у меня 5000 но все равно обидно в смысле нету здания которое делает дерево причем на реку вы увидите увидишь самолетов которые делают топлива до последний кораблик и я его желтого ты такие опять по кораблям я понял последний кораблик я именно желтого заднего в упорстве тебе конечно не отнять сша розовый какой-то блин жесткий вообще чего вак ну его никто не трогает поэтому спокойно да все я пошел на желтого да пошел ты на желтого но с галерами я думаю шансы не так уж и велики ой господи чушь так ой господи чушь так ой на нас напали сколько у него там того хп по-моему это слишком жоп шо там за эмоции мы же тебе говорили не клепай галеры ты опять их клепаешь да уже не клепай это уже понятно это твой последний поход был тревога на нас напали ой блин Андрей шо у тебя по металлу не дам 1800 я не дам мне нужно мне нужно 1900 чтобы на следующий уровень перейти ну как ну и ну и не надо сверху тут нам не дерево вырубили как думать ну я настроил полей но опять же смотри у тебя полей но опять же смотреть эти деревья вырубил ну почти все тут чуть у тебя осталось и что ты дальше будет делать ну как чё вот что ты будешь делать дальше без дерева она мне будет и не надо там уже в тех эпохах подводные подводные лодки всякие будут строиться самолеты сейчас 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 хорошо андрей так что ты говоришь там у тебя по руде 2300 сейчас я чуть-чуть осталось нажму кнопочку и у меня четыреста пороги на что такое дать давай давай я сомневаюсь что тебе это что-то даст приступаю приступаю хорошо приступаю хорошо хорошо ура я в голову чем могу помочь приступаю армага ты мне не можешь там к фарик руды скинуть снимал лишний 4 900 есть слышишь пророк в этой эпохе стоит вида до 1300 щапа погодь с короче пророк как выглядит в 10 эпохе просто не покажу голый мужик который короче одел на себя плакат на котором написано это зверк из нее еще 300 угу дрова а где у тебя пророк стоит я не вижу возле главного стадия а я вижу блять ну да 1300 ты говоришь ой я сейчас бы не тому отдал я был бы рад да ты угадал тебе пытался скинуть я был бы не против спасибо нету дерева кончилось все было дни как там корабли отлично ты знаешь что противовоздушная оборона строится из дерева знаю мне не знаю пока ее нету ну я те это говорю что воздушная оборона строится с дерева имеют и дом я могу служить я могу служить я могу служить сейчас Пича! Говоришь, башняк строить много, да? Хорошо. Глядь, саду пленен. Приступаю. А что-то желтый и фиолетовый, по мне не плывут. Наверное поняли, что у меня дерева нет. В фиолетового куча танков ездит по виду как-то раны какие-то. Это первый танк, тот самый Галимый. Че-то блядь руды, прям вообще печаль доска какого хуя. самолеты клепаешь наверно поэтому и не хватает ты самолете к вклепаешь я нет максим максим нужно и бога на нас напали все мне остается сидеть тупо и ждать пока ресурсы наберутся а по что нужно чтобы перейти на следующий уровень просто несколько жителей сделано но я обычно эти строю костры заселяют строю костры заселяю для экономии места можно костры уничтожить и заново построить и это тоже считается ну я их в основном убиваю не ради экономии места ради того чтобы влезло что-то выделяешь и надо вот нажимаешь я могу служить и бога на нас на поле да есть четыре тысячи пищи ничего себе у меня сейчас четыре тысячи в 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 х на ну людишки который просто выходят в поле и дрожат там руками покажет еще не там делают хорошо не работают при чем и парни и девушки так делают неужели от безделия лучше не вдаваться подробность это да хорошо хоть в поле выходят правда плохо что в тех полях много людей работает тревога на нас напали они до сих пор те дирижабль не избили такого розового уже есть ложки и Чем могу служить, Ича? Сделай! Чем могу служить, Ича? Ладно! Готов! Да, командир! Ага! Вас понял! Понятно! Мне есть старая радуша. Я все понял. А что будет, если еще 10 человек в радушу заселить? Ну, ты можешь сделать вообще по внешнему виду один в один, как главное здание. Ну, типа, у него здоровья будет больше. Если придут, например, выносить это здание, придется попотеть. Готов! Да, командир! Лужи! Как же это дало? Одним самолетиком тупо выношу в армию. Фиолетовому. И здание тоже. А, его еще нету, да? Ты там шо, уже нападаешь? Я, да. Одним самолетиком. Тупо один самолет сделал, мне больше не надо. Да, командир. Вас понял. О, летит. Ядерными бомбами. Угу. Так он у меня даже прокачанный, ну, один раз на радиус и все. То есть, больше даже ничего не прокачано. Смысл вкладываться еще. А я не понимаю, че желтый и фиолетовый не плывут по морю больше? У фиолетового есть дела поважнее. Типа того, чтобы пытаться ловить ядерные бомбы там. Он такой бегает, кричит, ловлю, ловлю. Давай, кидай, кидай, ловлю. Блин, так штабельком все падают. Прикольно. Зима. Готов. Да, командир. Вас понял. блин руб ты прям прям понты вообще но согласись туповато что эти танки не стреляют по самолетам смысле но вот их танки по моему самолету не стреляют так как танки могут стрелять по самолету дула поднял дула в жопе танка ствол ну этот ствол тоже много где может быть побывал мышь не знаем всей предыстории на нормально короче тактика такая типа один развивается пока на других нападают один развивается и дает потом ресурсы ну один типа экономический лидер, другой делает ставку на военную армию короче, распределили обязанности вперед чуваки, мне бы металла чуть-чуточку штук шестьсот чайкин, погодь шестьсот, да ага лови нихуя себе нихуя себе тупо посеба готов, да командир слушает ну все, можно считать фиолетовый трубчик проблем он больше доставлять не будет фиолетовый труп фиолетовый труп ну почти а у него там дерево есть? я кстати не вижу на его острое вообще дерево а я тоже кто на нас напал? на нас напали уже никто вас понял да он все дерево свинит тревога на нас напали ух ты, они пушки настроили на территорию желтого забраться чуть-чуть дерево у него потыли тревога на нас напали тревога на нас напали тревога на нас напали на нас напали тревога 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 на нас напали тревога на нас напали на нас напали на нас напали высадился от но тебе что было скучно развеселил кому этого металла сколько надо могу 200 штук дать у меня больше золота не хватает чем металла ой я 3 голды могу дать надо меня давай косарек хватит залывай поспрашивай мне еще не пришел новую почту я они лишний и все замолчали вот у пахты нападают а можете со стороны леса у желтого на то у него там два дерева буквально он уже посрубал лес ну что там тень была и лес на два дерева там сильно не разгонишься как там и на этой сложности чересчур их обогнали по развитию первым нужно как то на розового направится да и розового кошмары по чуть-чуть мне туда далековато а мне рановато к желтому значит не рановато было к этому ранова короче суть в том чтобы сразу самолётики придет ну самолетик или подлодка подлодками кошмарю да можно на подлодке делать ставку можно на самолётики каждый из вариантов хорош ну либо же на корабли но надо дерево которые кончаются а если честно есть лишний кассет золота то у меня всего там 400 500 желтый думаю тоже нас уже больше не будет беспокоить в том числе в 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 на себя до желтый в мышам настолько тупой типа люди я купил фейерверк смотрите и ядерную бомбу на своих пищи с кем-то поделиться до него в него самого 23000 добыл бы рынок была бы тема прикинь сколько это потенциального железа какого-нибудь или еще по нибудь сраняда полезный на нас на поле на педжи желтый строится он строится для того чтобы мне было что разрушать еще и подлодки там продолжают выносить параллельно с самолетами подлодки там чисто сами уже кого увидели и а лесовод стал мне открылась да смешно кстати еще была бы прикольная фишка если разрушая здание получал бы ресурсы которые ты на него потратил вот это командир слушаю да командир Принято! Готов! Готов! Принято! 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 Готов! Вертолеты прикольно, что их не надо заправлять. Сажать, да. Что они, блядь, вообще как-то странно сделали. Имбовенько. Розовый, значит, с ПВОшками, да? Да. Угу. А после восьмой эпохи уже начинается Первомировая, да? И там ПВОшки есть, да? А не десятая эпоха. Как прикажете? Я вот точно не помню. Может быть, десятая. А после восьмой что-то нет. А после восьмой что-то нет. Требога! На нас напали! Требога! На нас напали! Требога! Попал! Розовый мне подлодки перебил, придурок. Розовый мне подлодки перебил, придурок. Готов! Вперед! Так точно! Сейчас, короче, штурмовых вертолетов наклепаю. Какие-то фиолетовые? Походу, да. Отпали! Приказание! Как прикажете? У já не, вступите! Артолдячий! Как прикажете? У меня был в сумке. Учисли. Учисли. Требога! Скоро. Учисли. ах ты ж грязная вонючка это там чувак Привога! На нас напали! Готов! Готов! Принято! Привога! На нас напали! Готов! Принято! Готов! Привога! На нас напали! Привога! На нас напали! Ух ты! Самолёт мне сбили! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Понял. Тревога! На нас напали! Готов! 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 Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! А я, кстати, пробовал, чувак, застроить, типа, постление здания бота стенами. Блин, он наплодил столько людей! Ну, до бесконечности, да? Угу. Козлина. Открываю вперед! Так точно! Готов, вперед! Вас понял! Уже в какой? Да я в двенадцатой, как был, я, скажем так, вкладывался в самолеты, вертолеты, подлодки. Уже и так два острова зачистил. И розового там немножко начал. Сима, что у тебя с ангаром для самолетов? В смысле? Да. Прямо, ученый, когда разрушенный, как будто. Он прозрачный, потому что за ним люди стоят. А первый, который... Теперь второй. Они как будто разрушены, короче. Атерцы, пожмаканы. Некрасивные. Так. Атерцы, пожмаканы. Атерцы, пожмаканы. Тоже, мы в метр. Нет, нет, нет! Мы двигаемся. мне нравится для смотришь короче на робота и написано древние греция да 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 очень древняя и у тебя робот ты даже линкор сделал я это боевой корабль улучшенный вот все тот же еще понял все те же боевые корабли улучшены тут я думаю уже понятно без шансов компу вот кстати тоже еще интересный момент ты когда нажимаешь переходить с одной эпохи в другую в каком-нибудь капитолии а если тебе этот капитолий выносят по идее у тебя переход должен прерваться а вот ресурсы которые ты потратил интересно они пропадают или нет по идее да 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 они не пропадают Я могу шарики делать. Блядь. Они бесполезны. Я так думаю. В эпоху ядерного оружия. Так. Прикинь бы как розовый сейчас офигел, если бы Андрей к нему конницу высадил. Шариком прилетел такой. И конницу сверху так чую. Так. 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 Подлодки тупо несут добро и радость. Блядь. Прям. Прям добро. Ну они уязвимы для других подлодок разве что. Так. 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 сделали незаправляемыми для того, чтобы их хоть иногда делали. так. Так. В принципе по сравнению с самолетами это же отстой. Так. 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 Ах. Блин. Блин. Шарик сбили красненький Включился youtube, опять ждать, пока рессы опять наберутся ну да ничего не делает просто сидеть ну ты можешь попробовать высадиться у розового все равно мы его потихоньку тоже выносим к тому же полуострова в него выбито я там правда все самолеты потерял не сейчас склепаю но ой я понял как мне быстрее набирать она сейчас протестим как вертолеты против вот этих вот пвошек может типа есть тема вертолетами расчищать путь для самолетов войны от стойненько хотя когда толпа неплохо у я тебе еще и подсветил да получается сейчас следующую павушку вынесем не нормально оправдывается вот уж это древняя греция а и Хорош Чё-то твои подлодки простаивают, да? Света нету Залети там, блядь, посвяти мне, я не нормально туда постреляю У меня вот самолёты периодически залетают Вертолёты они мне перебили, у него там перехватчики вылетели О, я даже вот так вот сделаю Сейчас ПВО-ку вынесу ему Блин, Барана убил Ах уж Такой крик, да Я погнал Запарили они ПВО-ку в одном и том же месте клепать Он тут уже миллионный раз пытается башню, блядь, в одном и том же месте поставить Я вот ему опять его нашёл Прямо какое-то коронное место у него, походу Ты колонист, блядь Мне ресурса не хватает Он присадился И острого жёлтого, пожалуйста, не трогайте Оооо, чуваки, нам они уже не надо, так что Ну, всё, спасибо Да, пожалуйста Тревога, на нас напали Из двух самолётов домой возвращается только один Чувак, а он поселился на фиолетового, на остров фиолетового И шо? Розовый Розовый переселился на остров фиолетового Ну, это тоже проблема для красного Эй, помоги Ну, ладно, ща Принято Ну, мне там надо подставить Что там происходит? Вспышка слева Вот Ладно Всё пошло не по плану Тревога, на нас напали Купа розового, блин, кошмарен. Больше некого. Какой, блин, это выносили, нафига. Розовый на своем самолете пришел. Только не мой корабль. Выживи. Ну, блин. О, ходник новый. Тревога, на нас напали. Тревога, на нас напали. Тревога, на нас напали. У меня там, пойди, за эту злоба доступно. что-то мои корабли там разошлись всех 5 баранов ему перебил это знаешь так себе типа достижения на самом деле не знаю мне кажется просто я открыл новую войну вовремя этой войны она не против ли в баранов так ну все но я только начал колонизировать ой все он и на острове фиолет ну и что то на острове фиолетов розовый что-то подожди а чё желтая 5 развился что-ли лишь а с чего ты взял ну вот блять его корабли фауэр все язык от гвп да тут видишь слаженно сыграли меня вообще должны были вынести в начале игры мой боевой отряд а потом еще и по итогу поторговать с вами смог 2 2 островка зачистить маккесон 9 минут во вторую эпоху абрахам 930 я как обычно 14 16 минут уходит еще и в 14 перешел маккесон он и розовый компьютер больше никто слышно компьютер 2 что-то по экономике да такой желтенький да абрахам гемеда по экономике вообще все хорошо кстати он экономика считается это сколько ресурсов у тебя ну да абрахам гемеда он получается не на последнем месте только по армии так я на последнем да ну да экономика худшая эпоха худшая а хотя не эпоха наравне с фиолетовым обществом давайте еще карточку ты еще не все острова колонизировал давайте на среднем или большом так там долго их выносить надо вы не будете успевать также какие застраивать остров они просто будут набегами выносить нас давайте минимальная карта на равнине на так будет быстрее получается стеночки надо строить да да или вы не бы или вы не будете не ну как те кто по краям будут могут строить и стеночки вполне на немного ли компов этот а шо мы как мы равнина или континент водой обмывается континент давай на континенте ну только мне кажется компом надо чуть поменьше на размере карты минимальный да ты просто представляешь как мы сейчас будем близко да такие замесы сейчас пойдут нам хана да очень быстро начинаем клепать башни очень быстро блять я не с той стороны башни ставлю ну вот к нам уже пришли прям уже да запарили кошмарить блять да как они это делают банные читеры сука ничего надо вытеснить башня блять блять тревога на нас напали Превога, на нас напали Превога, на нас напали Фиолетовый, конечно, капец Все, засранцы, сейчас вы получите еще одну башню Ничего, довольны? Да ты вообще можешь спокойно развиваться, а не будет крайних мучить Превога, на нас напали Эх, эх, эх Сколько он сил тратит, капец Людей Превога, на нас напали Тупо камень нужен, больше нечего Мои собаки погнали разведывать Превога, на нас напали Не, ну они мне решили доконать Ооо, блин, на меня, на меня землетрясение, правильно Бля, пизда, моим башням Так, значит, на самому храм тоже ставить Да, хорош трястись, блин, эх Всё, я понял, блядь, всё плохо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну все, я начинаю вытеснять фиолетового, значит он скоро будет в следующую эпоху переходить. Он такой предсказуемый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 даже ресурсу добывать всем тебе мешает чуваки какие которые вас какого который такой оранжевый красный сейчас подожди секунду принесу свою пророка и сделаю ему посмотри на нас блять что-то за храм короче провтыкал чуваки вообще сейчас он зарядится да капец все хана капец они запарились со своими самсами да и и и и и и чет самсонов много мне кажется прям выше крыши ой как печально ну все меня походу сейчас вынесут у меня развалите но у меня тоже чистое речья чистое мы пишет из разговора чистая ничья ну или тогда так не ладно все победили и хватит я даже не почувствовал не варнивали что-то жесткие прям вообще надо было просто барак ставить и хоть каких-нибудь там да я с храмом проебал на если не землетрясение башни стояли я подбился я по тому времени еще пару башен поставил самсона самсонов не прошли ну может быть может быть так ну шо ладно тогда гвп с покиноки да 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 вся хуйня шандрим уже в компании сыграем там есть карта мост смерти называется друг против друга или вместе давай друг против друга давай сначала вместе против ботов 2 на 2 давай друг против друга первое слово моё не ты сказал да вдруг против друга блядь я сказал давай но есть и давали товарищ рефери независимый шон сказал быть где я не знаю я же независимый рефери мне никто пока что денежку не занес зависимые значит от меня рефери что он сказал а вам что выгоднее конечно что чтобы вместе ну тогда конечно же вместе я заработал свои кровные нет сорвалась я был так близок скажешь когда зайдешь ты состоишь конечно я у тебя же нету карт так ну ладно я побежал тогда ну давай про спокойной ночи удачки завтра про голосование что помнишь о кстати выборы выборы кандидаты молодцы молодцы депутаты